МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Добро пожаловать на программу ВЕСТЬ КРАЧЕВА ЧЕРКЕСИЯ. События понедельника в репортажах наших респондентов. Главные новости. Совсем скоро более 2000 человек, проживающих в северной части села Чапаевского, будут обеспечены качественной питьевой водой. Идут работы по замене центрального водопровода. Сохранить первозданный архитектурный облик самого крупного сельского клуба в Карачаево-Черкесии Дома культуры Станицы Кардоникской и перевести его в современное состояние задача строителей. С юных лет формировать навыки безопасного поведения на дороге в республике появятся мобильные центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, лаборатория безопасности. Можно взять одинаковое количество теста и начинки. Секреты идеального хачина узнавала. Сама готовила и дегустировала Мадина Каракетова в курортном Архызе. Сегодня в Москве глава республики Рашид Тимреза встретился с генеральным директором ПАО «Росгидро» Николаем Шульгиновым. В сторону обсудили ход строительства малых ГЭС, которые будут вводиться в 2021-2022 годах. В следующем году компания планирует развернуть строительство Куршавской малой ГЭС в районе поселка Ударный. Также сегодня согласовали план инвестиционных мероприятий по улучшению водоснабжения в населенных пунктах, находящихся в зоне строящихся объектов Росгидро в Уджагутинском и Карачаевском районах. Рашид Тимреза выразил благодарность всей команде компании за системный и комплексный подход к развитию гидроэнергетики, а также за участие в жизни республики. В селе Чапаевском по решению главы республики Рашида Тимрезова начался ремонт ветхих водопроводных сетей. В настоящее время в северной части села идут работы по замене центрального водопровода. Проходившиеся металлические трубы меняют на новые пластиковые. Пропускная способность таких труб достаточно высокая. Для того, чтобы не отключать воду в домах, расположенных на ремонтируемом участке, было принято решение демонтировать старый водопровод после подключения абонентов к новым трубам. Все это поможет обеспечить качественной питьевой водой более двух тысяч человек, проживающих в северной части села. Более полувека без ремонта конца 2021 года здание сельского дома культуры Станицы-Крадоникской вновь вдохнет новую жизнь. Сейчас над этим работают специалисты, перед которыми стоит задача привести здание в современное состояние, а также максимально сохранит первозданный архитектурный облик самого крупного сельского клуба в Карачаево-Черкесии. С рабочим визитом объект посетила делегация, в состав которой вошли представители правительства и депутаты. Александр Коваленко продолжит тему. Впервые здание нового ДК для станичников распахнуло двери в 1960 году. Труды архитекторов, которые успешно материализовали прообраз идеального дворца культуры, стал визитной карточкой сельского клуба. Радует фасад здания глаз прохожих и по сей день. Делалось, как говорится, на века. В проектно-сметной документации реконструкции дома культуры Станицы-Крадоникской прописано, что вся гипсовая лепнина и колонны должны быть сохранены, а вот все остальное придется заменить или отремонтировать. У нас есть народный хор «Моричка», который здесь занимается. У нас есть детские хоры, которые занимаются пением. У нас есть танцы. Мы не могли этим последние 10-12 лет заниматься, потому что потолок обвис, крыша протекала. Мы не могли людей пустить в здание из-за аварийности. Глава Кардоникского сельского поселения Анатолий Баганцев показывает кураторам отголоски выпавших осадков на потолке актового зала. Этот зал будет служить и кинотеатром, поясняет Анатолий Николаевич. Но этот вопрос уже разрешен. Над зданием теперь двускатная новая крыша. В постройке 60-х годов, общая площадь которого составляет 1739 квадратных метров, не было предусмотрено ни санузлов, ни отопления, ни воды. Но, несмотря ни на что, сельский клуб всегда был излюбленным местом станичников. Он был востребован и очень сильно я вырос в этой станице, ходил сюда в кино, в этот Дом культуры кинотеатра. К этому дню уже все коммуникации подведены. Особое внимание уделят системам безопасности. Это вентиляционная и пожарная. Также старые сгнившие окна уже заменили на новые пластиковые. Утеплили здесь и полы. Мы посмотрели, пообщались с работниками, с заместителем директора Дома культуры. Нам все компетентно изложили, грамотно. То есть мы уверены, что все будет выполнено в те сроки, которые были обозначены в проектной документации. И стар и млад ждут, когда заработает Дворец культуры. Кто-то вспомнит молодость, посещая концерты и кинотеатр. А молодежь займет себя танцами, пением и спортом. Для кордоника очень значима реконструкция ДК, потому что мы все этого ждем с нетерпением. Нам хочется праздновать выпускные, концерты. Это все так ново для нас. Мы привыкли, что у нас маленькая сцена. А так у нас будет оснащенная сцена. Со всем оборудованием, где много места и где мы можем все поместиться. Детички будут ходить, как раньше ходили. На мультфильмы будут водить есть куда-то. Да и так прийти самим, можно прийти и посмотреть. Какой-то фильм интересный будет. Пустое здание почему должно стоять? Должно существовать, работать, должно все функционировать. Хорошо и весело было. Коснется этого здания и федеральная программа «Доступная среда». Для маломобильных граждан здесь установят пандусы. А полностью реконструкцию планируют завершить в декабре 2021 года. Александр Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. В Карачаево-Черкесии появятся первые в регионе мобильные центры по профилактике детско-дорожно-транспортного травматизма, лаборатория безопасности. Данное учреждение будет открыто на базе Аграрно-технологического колледжа поселка Иркен-Шахар, Ногайского района. Центр позволит детям уже с юных лет формировать навыки безопасного поведения на дороге. На сегодняшний день участниками ДТП становятся в большей степени дети, поэтому необходимо уже с раннего возраста прививать навыки соблюдения правил дорожного движения. Часто наезд на несовершеннолетнего происходит из-за того, что дети выбегают на проезжую часть или же не имеют светоотражающих предметов, когда переходят дорогу в темное время суток. Инспектор управления ГИБДД по Карачаево-Черкесии Ибрахим Токов отмечает, что открытие мобильного центра позволит работать с детьми самого разного возраста. С целью профилактики правонарушений и травматизма детей, которые получают ранения и погибают в дорожно-транспортных происшествиях, в нашей республике открывается Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В данный центр будет передана лаборатория безопасности, транспортные средства, которые будут оборудованы техническими средствами, позволяющими обучать детей разного возраста основным правил дорожного движения. Данный мобильный комплекс Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма лаборатория безопасности регулярно будет выезжать в образовательные учреждения всех районов республики. Уже подобные учреждения открыты в ряде регионов России и функционируют. Занятия, проводимые с профессиональными педагогами, дадут возможность быть готовыми к участию в интенсивно развивающейся транспортной среде региона. Для нашей республики это большой плюс, большая возможность использовать тот ресурс, который передается в нам республику, для того, чтобы обезопасить наших детей и сделать наши дороги еще более безопасными для них. И направленность будет на детей дошкольного возраста, то есть в садиках, которые обучаются, и школьники, то есть те, которые еще поддаются обучению, так сказать, до того момента, как они уже перейдут в взрослую жизнь и будут сами управлять транспортными средствами и самостоятельно жить. Знание основы безопасности жизни. Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма откроется в октябре текущего года. Али Халипшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. И время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь с грозой. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь. Возможен град. Шквал ветра будет достигать 23 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов. В горах местами от 3 до 8 тепла. Днем 22-27. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будет плюс 11-13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. Это «Вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Что привлекает туристов в Карачаево-Черкесии, кроме гор, рек и чистого воздуха? Хачаны. Именно это блюдо карачаевской кухни в первую очередь пробуют гости. А к ним гостеприимные хозяева подают живительный сусап на Нарзане. Поэтому в курортных поселках хачаны пекут и жарят на каждом шагу. У хозяек серьезная конкуренция. Каждая старается, чтобы именно ее блюдо пользовалось наибольшим успехом. Хачаны в Архызе дегустировала Мадина Каракетова. Запах шашлыка и хачанов так и витает в воздухе. Стоит только подъехать к лику Христа. Это первая достопримечательность по пути в Архыз. Туристы часто останавливаются на этом месте. Здесь раскинулся сувенирный рынок и хачины. После походок в святыни, подъем которой не самый простой, приходится преодолевать более 500 ступенек, человека одолевает жажда и предательски урчит в животе. У Марины Кубановой ни минуты покоя. После долгого перерыва туристический сезон все же открыли, заработала и ее придорожное кафе. Местная кухня изобилует блюдами, но хачаны – несомненный фаворит, говорит Марина. Мы туристам предлагаем три-четыре вида хачанов. Это картофель с сыром, сыр с зеленью, мясо и хачаны с ботвой. Туристы разные, но основное количество предпочитают хачаны с сыр с зеленью. Сыр используется и при приготовлении картофельных хачанов и сырных с зеленью. Марина рассказывает, что туристам очень нравится, когда он тянется в хачане. А это возможно лишь при использовании свежевыжатого сыра. У Марины свое хозяйство она дует коров, из молока которых ей собственноручно готовит сыр, а также айран, сметану, которые тоже предлагает туристам. Рассказывает, что ее гости предпочитают хачаны, жареные на масле. Попробовав один раз хачаны Марины Кубановой, гурманы сразу рекомендуют искусного повара своим знакомым, да и гости нередко адресуют ей слова благодарности. А для Марины это самая большая награда. Говорят, лучшие хачаны, очень вкусные. В чем ваши хачаны особенные? Может, в тесте секрет? Ну, в тесте маленький секрет тоже есть. Ну, не сколько тут секрета, сколько души. Туристы уже давно оценили горный чай, которым здесь с удовольствием угощают гостей. Но он хорош зимой. А вот в летний зной Сусап на Нарзане самое то. До запитой араном хачин не доставляет неудобств даже самому капризному желудку. Братья Герман и Глеб из Московской области уже оценили это преимущество. Очень вкусное, во-первых, тесто. Ароматный запах пряный. Сыр тягучий. Айран очень вкусный, кислый. Освежает. Хачины здесь на каждом шагу. И у хозяюшек настоящая конкуренция. Каждая старается, чтобы именно ее хачаны были лучшими. Придумывают свою изюминку. Гости, расположившись в беседке у речки, ждут неповторимые мясные хачаны Фатимы Байчоровой. Начинка хачанов Фатимы не совсем традиционная. Мясо-соль-лук, что называется с перчинкой. Секрет наших хачанов – это его начинка. Начинка говядина чистая. Мы добавляем туда специи, лучок, чесночный перец, черный перец. И по вкусу, по желанию, красный горький перец. Что придает очень-очень приятный вкус. И наши хачаны становятся сочными. Рецепт хачана с ожгучим перцем Фатиме передала бабушка. И он ее никогда не подводил. По мнению Фатимы, при приготовлении хачана очень важно также соотношение теста и начинки. Чтобы хачан получился идеальным, нужно взять одинаковое количество теста и начинки. О, вот теперь получилось. Начинку прячем в тесто. Готовим вот такой вот кругляшок. Немножко придавливаем. И самое главное теперь, чтобы начинка не вывалилась из теста. Раскатать. Придавить чуть-чуть сверху. Можно с этой стороны, тогда получится. Идеальный хачан – это тот, в котором тесто не толстое, правильно? Ну, кто любит толстую, но идеально, когда оно тесто само не сильно толстое и не сильно тонкое. Ага. И чтобы начинки там было достаточной, да? Да. Ну как, оцените. Мой хачан, конечно, получился не такой презентабельный, как у настоящих мастериц, поэтому пришлось его есть в нашей съемочной группе. А вот хачаны настоящих профессионалов туристы ценят очень высоко. Когда ты спускаешься с гор, через месяц. Да. И трогаешь вот этот хачин мягкий, вот такой круглый, большой. Как ММД, стоит во рту, не в руках. Тоненькое тесто, мясо, просто блаженство. Мы обожаем вашу кухню. Да. Спасибо большое, очень вкусная. Сырные есть, да, тоже. Приправы, кухня ваша классная. Нам же остается только порадоваться тому, что приезжающие к нам гости довольны и сыты. Уезжают восхищенные местными красотами и гостеприимством, которыми Карачао-Черкесия славится и издревле. Ведь пока живы обычаи и традиции, непоколебимо стоят горы и низвергают шумные потоки, жарятся шашлыки, хачаны, подается путнику живительный айран, жив и народ. Мадина Каракетова, Руберт Жигутанов, Инна Мостовая, Вести Карачао-Черкесия, Архыз. И продолжая гастрономическую тему, сегодня самый вкусный и сочный праздник. Международный день арбуза. Отлично утоляет жажду и, будучи совсем некалорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Кроме классических красных и розовых, есть и желтые и оранжевые. В желтых много витамина С, так что таким арбузом можно не только на пицце наесться, но и иммунитет укрепить. Кстати, ягоду выращивают почти в 100 странах мира. Арбузы не только едят свежими, но солят, делают из них напитки и даже варят мед. С днем арбуза уже можно их есть в больших количествах. Таким был понедельник Карачао-Черкесия. Прямо сейчас первые серии фильма «Наживка для ангела». Приятного просмотра и ждите везде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА